Зрители ТАУ стали очевидцами детективной истории, поиска наркоманам, закладки с наркотиками и последующего пленения этого наркомана. Снятые из окна жилого дома видео они прислали в нашу редакцию. Все ближе и ближе. Снова пошел. Как так-то, да? Полицейский расхожу. Судя по длине видеозаписи, поиски клада продолжались минут 10. И, видимо, все это время за кладоискателем присматривали не только жильцы, но и наркоборцы. Снова подъехали. Горета подана. Дождавшись отъезда полицейских и презрев опасность, наркоман вновь приблизился к тайнику. Польская клада. Он весь пенек уже взрыл. Переписываясь с кем-то в мессенджере, кладоискатель, наконец, нашел то, что искал. Но радость его оказалась недолгой. Что, не удалось найти, что ли? Только тачка подъехала. О, мусоровые. Опа, стоять. Вот, это кадр стоять. О, не хуйня себе. Опа, 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 опа. С***, я смотрю, сейчас по с***ю пойду. Оказавшего сопротивление молодого человека положили в снег и скрепили наручниками. Хранение наркотических веществ, согласно действующим в России законам, влечет административное или уголовное наказание в зависимости от объема хранимого наркотика. И даже если наркоман сам к сбыту запрещенных веществ не причастен, один лишь факт нахождения у него таких веществ может серьезно поломать жизнь. И даже сделать человека инвалидом. Напомним, неделю назад ТАУ рассказывала Екатеринбуржце, отморозившим руку, ища в снегу закладки, что привело к компутации у него четырех пальцев. Что, стоило оно от того вообще? Оно вообще не стоило от того. Просто загранплана, загранплана. У меня тезы четыре пальца, я инвалид сейчас по жизни. Вообще такого не стоило. Пацаны, берегите себя просто, молодежь, берегите себя.